Привет, с вами Дизи, ребят, сегодня предлагаю посмотреть на чехол, который выглядит, кстати, практически как оригинал, но он с Китая, то есть он с Алиэкспресса, и я предлагаю вам посмотреть на то, как он изготовлен, то есть это будет такое лайтовое, как бы, распак... Так вот даже, то есть он был, походу, здесь вот посерединке, зажат между вот этими иговинами, ну, дабы не покотался, и правильно, китайцы молодец, значит, вот такой вот чехол, я заказывал оранжевый, он, ну, я даже не знаю, он, наверное, оранжевый, хоть она не очень... ломилась... хоть он и не очень похож на оранжевый, но вот так вот он выглядит, то есть это, в принципе, подделка, и мы знаем, да, что вот здесь вот тянешь за хлястикой, чехол идеально отрывается, без всяких проблем у оригинала, здесь мы видим Мэйден Чайна, iPhone 6s Plus, силиконовый чехол, дизайн Байлоплан Калифорния, сделан в Китае, ну что ж, погнали смотреть, откроется он у нас так же, как оригинал или нет, но он попытался, он старался, но у него не получилось, то есть он должен прям легко открываться, вы сами все прекрасно знаете, как открываются оригинальные такие чехлы, ну, примерно так же вот он должен открыться, и здесь у нас такая мини-инструкция, типа, как засунуть телефон, и см... Слушай, ну, на ощупь он приятный, что хочется отметить, на ощупь он приятно сделан, яблочко, нарисовано достаточно нормально, здесь у нас что-то кнопочки, кнопочки мягенькие, ну, немножечко, здесь вот, конечно, вот это ребро прям видно, я думаю, что в оригинале все это видно меньше, но внутри у нас вот здесь вот никто не показывает, а я покажу то, что внутри у нас здесь написано iPhone, дизайн Байлоплан Калифорния, здесь вот какой-то косячок есть в ткани, а, ну, все, косячка нет, это были куски силикона, видимо, необработанного, и вот, если вот так вот смотреть, то, ну, не знаю, как вам показать, в общем, вот здесь вот видно прям, ну, плохо проделано, проработано, но оно и понятно, все-таки китайцы делают подделки, так что, давайте смотреть, как это будет выглядеть на смартфоне, потому что я носил его вот с таким вот силиконовым чехлом, который пришлось куда купить, но, так, ну, наверное, мы это будем делать... вот так вот, ну, сел плотно, сидит хорошо, кнопки, слушайте, кнопки нажимаются отлично, кнопки нажимаются отлично, до рычажка, да, спокойно достаю, все переключается, не подходит у меня эта обоина к этому чехлу, посмотрим сейчас другую, он потому что, ну, не такой уж он и оранжевый, он какой-то вот такого вот он цвета, вот, больше даже, наверное, подходит сюда, ну, или вот, вот это тоже мне нравится, с собой, вот ее и поставим, вот, так на телефоне сидит, очень даже достойно, уверенно, то есть у меня наклеено защитное стекло, стекло, видимо, помех никаких не вызывает, то есть я не вижу, чтобы оно где-то отслоилось или что-то еще, зашло на рамки, низ у нас с вами открытый и ощущается он нормуль, то есть, в принципе, я считаю, подделка годная, оставлю, наверное, на нее ссылку или не буду оставить, потому что я когда оставил ссылку на предыдущий чехол, подделку для 5С, то вы там просто все говнились и все такое, потому что, ну, типа, он стоит дороже, чем я могу найти на Алиэкспрессе, поэтому заказывайте такие чехлы, ссылку не буду оставлять на нее нафиг, ну, вот, и, в принципе, как подделка он годный, ну, а я себе, наверное, еще беленький закажу, так что вот так вот. Ну, с вами был Deezer, подписывайтесь, лайки и все такое, ну, вы знаете, ну, это был лайтовый видосик, то есть, как бы, вас дальше ждет сравнение 5С, Mi 5 и 6С+, так что вот на него прям я, эх, большую надежду возлагаю. Ну, и социальные сети все в описании, вы все сами прекрасно знаете, колокольчик, подписка, там все такое, Twitter, Instagram, группа, ВК, до новых встреч, совсем скоро увидимся, пока! Субтитры сделал DimaTorzok